Владимир Владимирович, не могли бы Вы озвучить свое отношение к прямым губернаторским выборам? Уходя, Дмитрий Анатольевич подписал законопроект, благодаря этому в некоторых регионах уже прямые выборы прошли, и, кстати, на них победили действующие губернаторы, тоже это вызывает определенные вопросы. А сейчас в Госдуме вновь готовятся обсуждать вопрос об отмене прямых губернаторских выборов. Скажите, почему Москва так боится этих выборов и почему настолько не доверяет своему населению? А мы выбираем президента, Витя. Послушайте меня, как Вас зовут? Инна Сальникова. Инна, послушайте меня внимательно и прошу Вас больше к этому вопросу не возвращаться, но только внимательно выслушайте то, что я скажу. Мы толпичим уже вокруг этого вопроса, пляшем много лет, но выслушайте хоть один раз и услышьте меня. Мы за, и я лично за, прямые выборы в губернаторах. Я считаю, что российское общество, конечно, давно к этому подошло, и более того, это на самом деле в интересах федерального центра, потому что когда люди сами выбирают губернатора, то они несут ответственность за качество его работы. И это правильно. Но есть вопросы, которые недавно были поставлены представителями национальных республик. Вот это вот очень важная вещь. И не просто национальных республик, а где бок о бок сосуществуют и живут вместе десятилетиями, а то и столетиями, представители разных, но титульных наций, которые считаются в этом субъекте основными. И там не одна такая нация или этнос. И если одна из них находится в меньшинстве, то у неё всегда возникает опасение, что она никогда не будет представлена на высшем уровне в управлении в республике. И начинаются межэтнические конфликты. Поэтому, я, понимаете, я уже много раз говорил, Россия сложное государство, сложно устроенное. Но вот в 99-м году в Карачаево-Черкесии выборы прошли, Карачаевцы чего сказали? Мы никогда не выберем своего президента, нас меньше, чем Карачаевцы. И сразу началась пальба из автоматического оружия, первые жертвы пошли. Но мы же должны это иметь в виду, или мы хотим разбалансировать вообще всю систему управления в стране и породить вот такие конфликты? Нет. Поэтому люди из этих национальных республик, понимая эту проблему, чувствуя на себе, на своих семьях, опасаясь за вот такое неблагоприятное развитие, они сами поставили вопросы. «Дайте нам право, – сказали они, – выработать такую систему приведения к власти руководителей республик, которая бы никого не ущемляла». Но вот в Дагестане такая система существовала много лет, хотя и противоречила на тот момент основному закону страны. Когда представитель одной этнической группы был президентом или представителем госсовета, второй обязательно возглавлял правительство, третий обязательно возглавлял парламент, а потом они менялись. Но надо с уважением относиться к этим традициям. Я считаю, что нужно предоставить такое право. Но мы не можем одним субъектам предоставить одно право, а другим – другое. И в то же время мы в таких субъектах, где у нас магнациональный состав везде, но титульная нация одна, допустим, там в основном русское население, не надо отбирать у людей это право. Надо всё это пообсуждать. И, безусловно, за такими субъектами, как ваш, сохранить это право, но дать возможность и людям в национальных республиках, в соответствии с их традициями и с их культурой, принимать такие решения, которые будут оптимальными и избавят нас от национальных и межэтнических религиозных конфликтов.